Необычное соревнование Потому что они видели ваши добрые дела И прославляли Отца вашего Небесного Наша главная мысль Бог может использовать мою жизнь Как доброе влияние на людей Приходилось ли тебе участвовать в соревновании? Ты победил? Сегодня ты узнаешь о прекрасном соревновании С очень необычным призом А все происходило примерно так «Мардахей», — сказала Есфирь «Ты слышал? Царь Артаксеркс послал своих людей Чтобы они привели во дворец молодых девушек Он ищет себе новую царицу» «Я слышал», — ответил ее двоюродный брат «Но он просит привезти не всех девушек А только красивых Я уверен, что тебя выберут» Он улыбнулся «О, Мардахей», — сказала Есфирь «Я не могу покинуть тебя Ты так заботился обо мне с тех пор, как умерли мои родители» «Не беспокойся обо мне, Есфирь», — ответил Мардахей «Это прекрасная возможность для тебя Помни обо всем, чему я учил тебя Но что бы ни случилось, не говори никому, что ты еврейка И что ты моя двоюродная сестра» «Но почему, Мардахей?» — обеспокоенно спросила Есфирь «Потому что это не наш дом, не наша страна Мы евреи Несмотря на то, что мы прожили в Персии уже много времени Есть много людей, которые не любят нас Они хотели бы избавиться от нас» Тихо ответил Мардахей «Я сделаю так, как ты сказал», — кивнула Есфирь «Не печалься, Есфирь», — сказал Мардахей «Во дворце будет много красивых девушек, но помни, красота — это не то, как ты выглядишь, а то, как ты поступаешь Будь добра ко всем, потому что это и есть истинная красота» Когда Есфирь была во дворце Артаксеркса, она помнила слова Мардахея Там собралось много красивых девушек, однако некоторые были не очень приветливыми Но Есфирь была добра ко всем Евнух царя Гигай заметил Есфирь Он заметил ее доброту по отношению к людям Он сразу выбрал ее, и Есфирь отвели на процедуры красоты Также он назначил ей особое питание Затем он дал ей семь служанок и отправил в лучшие апартаменты женской половины дворца За Есфирью ухаживали в течение целого года Каждый день ей делали ванны, натирали специальными маслами и благовониями Специальные парикмахеры укладывали ей волосы, а дизайнеры шили для нее одежду и обувь Гигай давал ей все, о чем бы она ни попросила Тем временем Мардахей каждый день ходил мимо комнат Есфири Он не мог поговорить с ней, и она не могла разговаривать с ним Но они могли видеть друг друга Мардахей хотел убедиться, что его двоюродная сестра в порядке Но он не хотел, чтобы кто-то узнал, что они родственники Ведь если это произойдет, все узнают, что Есфирь еврейка Однажды Гигай пришел к Есфири и, улыбаясь, сказал Есфирь, царь хочет видеть тебя Правда? Уж что же мне делать? Спросила Есфирь Просто будь собой Снова заулыбался Гигай Я так волнуюсь, сказала Есфирь Я даже не могу ни о чем думать Есфирь, не переживай Подбодрил ее Гигай Я думаю, ты понравишься царю и его приближенным Гигай был прав Есфирь понравилась всем во дворце, особенно царю И она понравилась больше всех девушек, которые были приглашены им Поэтому он сделал ее царицей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин